Друзья, всем привет! С вами стал я, Сергей Бондаренко, тренер ваш, будь в Ро-атлетике и не только в Ро-атлетике. Сегодня я вам хочу рассказать очень интересную тему. Очень много вопросов на эту тему всегда задают, но не всегда понимая суть проблемы, так сказать. Очень часто при приземлении атлеты приземляются на носки или приземляются стопа позади атлета и многие не могут диагностировать, в чем проблема. Начинают разбирать подрыв, съем, проблемы бывают комплексные на самом деле, ошибка может быть при съеме, это переходит подрыв и так далее. Мы сегодня разберем следующую ошибку, на слонге ее называют, старым слоном, козлить, козлить в подрыве или просто козлить, или после подрыва. В общем, такая ошибка назовем, как бы это старым слоном козлить. В чем ее суть? Суть ее заключается в следующем. После завершения подрыва, то есть когда мы полностью распрямили струнку, когда начинаем уходить под снаряд, вот этот момент завершения подрыва, или даже в подрыве уже многие делают, вместо того, чтобы ногами толкнуться, выпрыгнуть, какая-то безопорная фаза возникает, потом уход, атлеты начинают захлестывать голень назад, сильно захлестывать голень назад. При этом это недочет встречается и у именитых спортсменов, у которых в принципе нормальная техника, но именитые спортсмены, хорошие, спортсмены хорошей техникой, когда захлестывают голень назад, они потом все равно поднимают в безопорной фазе, как уходит сед, колено сюда, и стопа приземляется нормально. Вот когда эта ошибка действительно явно выражена, происходит следующее. Мы рвем или поднимаем на грудь, да, ну то есть вот такое движение. Как бы имитируется хороший звук, иногда тренерами говорят, толкайся ногами, чтобы стопа был звук. Имеется в виду, то есть работа ног, то есть высота вылета. А это здесь идет подмена понятия, вот захлестнули, реально не оттолкнулись, и как будто все хорошо. Проблема в том, что когда мы делаем вот так, зачастую не успевают эти атлеты пропихнуть ногу обратно, и нога приземляется где-то позади, очень часто через мысок. Естественно, садортя штанги наш здесь, нога позади, от первоначальной по степлюшечной мыске, естественно, штанга падает вперед. Чтобы исправить эту ошибку, и для ее профилактики, очень хорошо делают и в комбинациях, допустим, рывок, прыжки на коробку, на грудь, прыжки на коробку, когда мы эту ошибку заметили, и отдельно. То есть перед тренировкой, после тренировки мы прыгаем на коробку. Для чего это делается? Для того, чтобы отработать правильную механику работы ног после завершения подрыва, безопорной фазы. Дело в том, что приземляться мы должны для хорошей скорости ухода, вот когда мы распрямились, не просто ноги в стороны, да, хотя это тоже нормальный вариант, если без захлеста гоня, как бы подтягивая ногу вверх, то есть мы распрямились, да, то есть и вот такое движение, чтобы быстро падать под вес. Поэтому штангисты делают как раз-таки прыжки на возвышение, ну, маленькую коробку, маленькую коробку сделаю. Развышение, да, в принципе, там можно побольше делать. Давайте мы и побольше сделаем. Такую проблему я уже не вижу. Хотя тяжеловато. Вот. Задача наша не просто запрыгать на коробку, а колено, чтобы уходило вверх, и стопа приземлялась строго вертикально. И в начале вылета, да, когда мы прыгаем на коробку, вот так вот стараемся не делать. Вот и прыгаем. Ну, чтобы колено, чтобы нога шла вот так. Вот, собственно, нехитрая такая связка, как показала моя практика, не только моя практика, позволяет исправить эту серьезную ошибку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте вопросы в комментариях и не забывайте нажать на колокольчик. Спасибо, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok